Девушки отдыхают 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 Легко Здравствуйте, ребята Я сегодня пришла найти того самого принца Холостяк номер один Ну, блин Скажи, а у тебя есть какие-нибудь недостатки? Мои недостатки? Ты не встречала таких патри... У меня 14 высших образований Яхта, квартира и остров свой Я идеальный! Холостяк номер два, привет Я-я-я-я-я не сделал уроки Я-я-я-я не сделал Нет-нет-нет, пожалуйста, только не по голове Только не по голове, пожалуйста, только не по голове А покажи, пожалуйста, свои руки Волосатые, это плюс Холостяк номер три, привет Да-да Здорово Привет Ой Ой, скипетр и державу дома забыл, походу. Блин. Ой, ну ничего страшного. Ой, я и корону забыл. Что за час? Сейчас, буквально, дайте мне 10 минут. Карету мне! Карету! Я сейчас приеду. Ай, я с пешком пришел, забыл. Какую тоже карету. Холостяк номер один. Я хочу сделать для тебя один подарок. Это роза и кольцо с бриллиантом. Для тебя моя любовь. И, между прочим, совсем скоро меня покажут по телевидению в передаче «Песни над этой». Я надеюсь, ты сделаешь правильный подарок. Дайте уши отдохнуть. Холостяк номер два. Да, как хотите, я опишу свою идеальную женщину. Опишите. Значит, на двое штанов прочные колготы тоже подойдут. Если тут будет написано «Федя», это в идеале вообще. Но это как бонус, это не обязательно. А как вы относитесь к тому, что у девушки сделаны губы? Если над ними есть усики, то хорошо. Холостяк номер три. Если честно, я трон получил только потому, что мой дед на троне сидел, мой батя на троне сидел. И вот батя купил карету немецкую, я ее разбил в центре Москвы. Я в основном сижу, подол пинаю, да, эти заморские порошки нюхаю. В основном больше ничего не делаю. Господин ведущий, давайте я попытаюсь сделать выбор. Давайте. Итак, я напомню, что женщины любят ушами. Поэтому я отказываюсь от холостяка номер один. Что? Что? Ты очень некрасиво разговариваешь. А что за чур? Человек, который не знает, что у него самый отвратительный в мире голос. Мне не подходит холостяк номер два, потому что я его часто бил по голове отец. И что? И продолжает, возможно, бить. Но мне нравится, если ты меня тоже будешь бить по голове, даже хорошо. Мне не подходит холостяк номер два, потому что он себе ищет девушку, похожую на отца. И я хотел бы узнать поближе холостяка номер три, ведь, похоже, это сын царя. Ну, в целом так и есть. Ну, батя уже в отставку ушел, теперь я... Чё ты там молчишь? Отвечай, а то на кол посажу. Главное попасть, а то я пятерых на кол сажал. Я чё-то его прям за жопу беру, на кол кидаю вот так. А оп, не попал, он прям в грязь с жопой падает. А кол рядом остаётся, а я думаю, в чём проблема? В общем, не молчи, говори. У тебя есть шанс передумать. Я считаю до одного. Раз. Так, я выбираю холостяка номер три, потому что он... Раз. Наследник. Раз. Он царь разгильдяй. Задолбала уже! Я выбираю третьего холостяка, потому что этот царь раздолбает. Вот так! Правильно, да, так и есть. Этим вечером в закрытом клубе легендарных детективов. Коллеги, я пригласил вас сюда, чтобы мы решили, достоин ли Игорь Мухич вступить в наш клуб великих детективов. Ребята, да вас фиг найдёшь вообще. А есть ещё овсянка? Детективное агентство Мухича. 20 июня, в 8 вечера. Не партись. Я на расследовании собаку съел. Ребята, сейчас эта студия зальётся красотой и юмором. Мы на фоне него станем резко уродами. Встречайте, Александр Рева! Сашка! Привет! Сашка! Пашка! Здорово! Дамы и господа, Александр Рев, дела как? Дела очень хорошо. Давай, рассказывай все новости. Какие новые клипы, какие концерты? Вот недавно уже, уже сколько дней идёт. Песня зацепила, друзья, смотрите, танцуйте. А есть название? Песня зацепила. А, зацепила. Плюс, 1 апреля у меня выходит, вот не у меня, у Артура Пирожкова, выходит... А это же другой человек. Другой человек, абсолютно. Да, первый сольный музыкальный концерт-шоу в Крокус-Сити-Холе. Я приглашаю вас и давай, ладно, тебя. Давай. Давай. У нас Александр Рева, давайте начинать. Первая импровизация очень простая, называется Стоп-кадр. Ты всё знаешь. Выходишь, замираешь в какую-то позу. Я это не знаю, кстати, я последней импровизации её не помню. Очень легко. Ты выходишь, замираешь в какой-то позе, а ребята вокруг тебя шутят. Твоя роль как у Маслякова в КВН. Ты стоишь, вокруг шутят ребят. Харламов был бы счастлив. Давайте начинать. Стоп-кадр с Александром Ревой. Вот так. Поехали. Здрасте. Здрасте. А это с обезьянкой сколько стоит? А попугай, кстати, вам накакал на это. Слушай, ну зрители уже собрались. Надень куклу. Всегда перед тостом так готовится сейчас. Сейчас скажет. Сейчас скажет. Сейчас скажет. Чё-то сейчас забабахает. Как бахнет? Ай, он посмотрел. Я тебе говорю, Серёга, надо придумать какой-то красивый способ курить. Какой-то... Как-то я не знаю, как-то отличаться от других. Не знаю, но это... Марья Ивановна, за что два? Два! Иди! Шёл вон отсюда. Можно поменять позу. Можно поменять. Давай такое. А в бодибилдинге есть такая поза у тебя? Давай. Что, закрылся там кто-то, да? Мы просто диван несем. Можно поспокойнее? Давай, ну как-то, да? А хочешь, русалочка, я тебе вместо хвоста ноги подарю. Продолжай, Арси. Нет! А я всё-таки подарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Итак. Это... Сексуальная репка. Вот он тянет, потянет. А все... Спектакль окончен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да давай, давай, давим виноград. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Классно? Хорошо. Если хочешь, можно поменять позу. Давай. Давай. Так, так. Что-нибудь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, хорошо. Да, вот такой у вас красивый сын. Поздравляю. Посмотрите на Серёжу. По-моему, Серёжа влюбляется. Я не знаю, что делать с этой красотой просто. Надо резко, резко выставлять. Не стоять, чтобы кто-то упал, а резко, когда кто-то идет. Ладно, тебе ещё, учись. Это хулиган, да? Шастун, ты после своих сегодняшних ответов должен каждый раз уходить со словами «Ай, спектакль окончен?» Давай следующий, давай следующий. Слушайте, там не такой-то уважаемый человек умер. Копайте быстрее, да пойдём. Александр, очень хорошо. И теперь вместе со мной. Вот так вот делаем. Очень хорошо. Красава. Слышь, не такой я и низкий, понял? Сашка, внутренний голос, так называется наша следующая импровизация. Будут участвовать Дмитрий Позов и Арсений Попов, пожалуйста. Прекрасный выбор. Мы ребятам зададим тему, в которой они начнут импровизировать. В какой-то момент кто-то из них будет делать шаг вперёд, и в этот момент вступает внутренний голос. А это, собственно говоря, ты. А чтобы понять, о чём будет импровизация, скажи любую фразу, и с неё начнётся действие. Лето. Ну, лето – это же как бы слово. Хорошо. Посмотри, какое лето! Арсений, тебе стало легче? Спасибо, полегчало. Давайте, поехали, внутренний голос. Посмотри, какое лето! Если не бежать сейчас, то мы никогда не убежим из этой тюрьмы. Я прокопал уже 14 метров тоннеля. Помоги мне отодвинуть шконку. Осталось совсем чуть-чуть. В четыре руки-то мы быстро это сделаем. Бери, копай. В четыре руки-то. Так давай хотя бы спустимся, чтобы копать не новую тоннель, а ток продолжить рыть. Слушай, ну тут копать и копать. Мы так ещё восемь лет будем копать. Восемь лет будем копать. Я полезу первый. Мечты сбываются. Ну что такое восемь лет, когда нам дали по шестьдесят? у тебя была лопата а я алюминиевой ложкой а потому что ты скрытный ты мог в любой момент меня ночью разбудить сказать я иду копать я пожалуйста копай подожди 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 еще подожди что-то я туплю не туплю все лопата и лопата да ведь ой а тут какая-то развилка как это я так копал и туда и сюда а какой путь выбрать я давно тебе хотел сказать я тоже копал пока ты копал туда я копал туда он копает ложечкой я копаю лопаты у него узкий проход слушай ладно дружище давай все-таки в мой на всякий случай давай друг другу признаемся в чем-нибудь чтобы никто никого не кинул чтобы вот у меня была твоя тайна и у меня твоя вот здесь на ляжке чуть ниже булки родимое пятно я никому не скажу друг а у меня есть две тайны первая тайна это похоже на вторую а вторая тайна да что ж у меня такое сегодня за день то такой ладно потом еще вспомнил а блин нет потом ты сам предложил обменяемся тайными что-то молчишь а моя тайна была проход ладно поле тихо слышишь сухо они за нами крадутся что ли а давай бегом потолкни меня потолкни меня так а копать все стоп стоп я упёрся упёрся это значит выход есть 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 так а как в какую сторону бежать так но обратно давай запомним что обратно точно нет то что нет там тюрьма я думаю что надо вернуться там было уютно там был комфорт там там была кровать здесь в пустыне что мне делать сейчас вот с пониманием отнесись она только на первый взгляд глупая но тут же очевидно неуютно согласен жарко непонятно куда идти я думаю нас примут сейчас я поймал беглеца товарищ начальник ах тут белый топятон ты ублюдок он рыл тоннель а я его поймал педики какие-то я не бою ах ах мухич мухич знаешь если вот ты жил в корее тебя бы звали конченый почему потому что ты конченый ах 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 Всего лишь в Бурку заехал. Мухич круче всех. Думаю, сочетается талант к работе и маразм по жизни. Ау, не жи. Помогите мне найти мою любовь. Ее зовут София и она пропала. За диваном. Смотрите. У нас в гостях Александр Рева. Большой юморист, мой большой друг. Большой певец. Большой сек. Минус один. Так называется импровизация. Рассказываю. Ребята разыграют ситуацию, в которую мы их помещаем. Их четверо. И у каждого из них есть роль. Вы играете импровизацию от начала до конца. Мы понимаем, что это финал. После этого ты говоришь, давайте уберем вот этого актера, а его роль отдадим вот этому актеру. И играем так до тех пор, пока не останется кто-то один. Все понятно? Да. Итак, давайте. Шастун и Сирионе начинают у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы, парни, в процессе присоединяйтесь. Капитан Пиратов заподозрил Кока в предательстве. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, капитан! Боцман, здорово! Слушай, есть разговор к тебе! Чё случилось? Тихо, погоди, я так легко на корточки не сяду. Есть ощущение, что Кок – мышь. Что? Давай-ка его вызовем и посмотрим в его глазики. Не может... Кок! Да? А чё это ты там варишь, а? Суп. Да? А чё суп так воняет, что на твоей кухне все уже попередохли почти? А? Кок! Милый, ты им сказал, что женщина на корабле это к несчастью? О, нет! Нет! Отраваем лицо. Теперь это наш корабль. Поплыли в кругосветку. Чё-то я захотелось есть твой суп. Он действительно отравлен. Да. Я же кок-предатель. Если честно, я ничего тупее не видел никогда в жизни. Саш, выбирай, кого из... Мы испортили Сашу, смотрите. Да. Кого из неудачников выгонять. Хорошо. Давай Арсений сыграет вместо капитана. Ну, то есть свою роль он играет, девушку и капитана. А получается... То есть шостуна убирай. Заменили, погнали. Поехали. Сначала. Капитан! Слушай, Боцман! Я слышал, кок-предатель. Мы его позовем, и он нам всю правду скажет. А сесть сможешь? Кок! Да. Не может быть! Ты предатель? Да перестаньте. Держи его на мушке. Милый. Да. А что, собственно, происходит? О, тёлка. Вот вам, мальчишки, каши отравленные в лицо получили. Уходим, уходим. Мы попали в засаду. Капитан! С вами что-то не то. Милый. Да. Что, у меня узкая платья? Тоже хромает. Корабль хромоногий. Где кастрюля есть? Вот, вот. У-у-у! Языков-предатель. Стоп. Кого убираем? Кого? Кого лучше убираем? Так. Так. Ну, давай Арсения уберём. А кто будет играть его две роли? А его две роли будет играть. Давай Серёжа пусть играет. Давай. Всё. Ну как, всё. Две роли Арса плюс свою. Поехали. О, капитан! Боксман! Да, капитан? Да, капитан. Ну, мне кажется, наш КОК мышь не может быть. КОК! Да? Ты предатель? Да, хватит. Отвечай! 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 А, блин! Я думал, ты не придёшь! Вот, ты не скажешь! Детя носит! А-а-а! Баба на корабле! Баба на корабле! Я на корабле! Ничего такого я не говорил! А-а-а! Кидай мне! А-а-а! Пойдём, ботсман! Пойдём, пойдём! Теперь этот КОК, корабль, наш! Да! Мы вкруга светку! Хочет он пожрать! О-о-о! Твой суп действительно отравлен! Языков предатель! Серёжа устал, а Дима остаётся! Е-е-е-е! Так далее! Всё во всех лицах! У-у-у! С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с! Ты наскок! А? Одинокий ботсман! Давай его позовём! Да-да-да-да! С-с-сс-с! Браво! О, мой любимый КОК! Наконец-то ты пришла! Ты говорил, что баба на корабле, а это к несчастью! Ничего я такого не говорил! Баба на корабле! Баба на корабле! Баба на корабле! Давай-ка травим! На! На! Уф! Уф! А-а-а! 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 Мы остались вдвоём! Дай мне свой суп! А-а-а! 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 Странный ресторан! Так называется импровизация, в которой мы сыграем с Сашей. Саш, ты приходишь в ресторан, у ресторана какое-то, ну, глупое, возможно, сумасшедшее, но точно не ресторанное название. И к тебе в виде ребят начинают приходить официанты, менеджеры, посетители, которые всеми своими действиями тебе намекают на то, как называется этот ресторан. Тебе нужно угадать, а в процессе нам всем нужно повеселиться. Ну, а прежде, чем мы начнём, я ребятам расскажу название ресторанов. Их будет три, но отгадываем по очереди. Первый отгадал, второй отгадал, третий. А-а-а тебе здесь пока последний твой альбом. Мы же знаем, зачем ты пришёл на самом деле. Первый ресторан называется «Гнилой отмаз». Ой, Шастун, это твоё, конечно. Второй ресторан называется «За глаза». Это к тебе, Арсений. За красивые, в смысле, да? Угу. И, Диман, ну это прям про тебя. Да? Без слёз не взглянешь. А-а-а. Здравствуйте. Да, здрасте. Вы заказывали винегрет, но это Оливье. Дело в том, что теперь же Новый год 15 апреля. И вы смотрели новости. И как бы с Новым годом! А-а-а. Новый год 15 апреля. Да. А-а-а. Здравствуйте. Вы заказали стейк, а мы не можем его принести, он в лифте застрял. Вот. И он... Стейк застрял в лифте? Да, он в лифте застрял, не может сейчас подойти. Что это за? Ладно, я пойду. Что это за? Вы меня узнаёте? Я принял вашу дорогущую шубу, когда вы зашли. Вы сказали, поосторожней с шубой. А дело в том, что там зашёл енот, он говорит, это моё. Он прям вниз и зашёл, это моё. Он взял? Вышел? Ну а я что, это же его? А я что? Уже можешь любые называть, чем больше ты называешь, тем ближе мы. Ну это ресторан русской кухни, верно? Дорогой, мы должны расстаться. Дело в том, что я умерла. Извините, у меня смена заканчивается, это мой стул, можно я заберу? Да, 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 серьёзно, это я из дома приношу. У меня дома, кроме этого, все стулья гнилые, и на них невозможно сидеть. Всё, я понял. Всё, стул отдайте. Гнилой, что-то гнилое, а что? Да, а что? А что именно, следи за ними. Ваш хлеб, ваше масло. Можете намазывать, можете отмазывать, подмазывать, замазывать. Гнилой отмаз, гнилой. Да! Ребят, я, честно, я не готов. Я думаю, что следующий будет полегче. Погнали. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас же администратор все встречала, да? Да. Короче, с ней за сотку можно, прикинь. Я тебе говорю, они со всеми клиентами. Проститутка? Ну, типа того. Добрый вечер. Здрасте. Вы наш самый уважаемый клиент. Я знаю. Отдыхайте. Так быстро? Подлиза. Подлиза. Отдыхайте. Называешь ты меня колдуньей. Прости. Алло. Да, да. Все, что-то. Зеленоглазая. Все. Твой карьер. Извините. Алло. Да. Глаза, глаза, за глаза, за глаза. Да. Ну, ребят. Так, Саш, побольше слов сейчас. Поехали. Щуплый-то какой. Вот борщичок. Люляки-бабчики. На десерт тортик. Кушай. Это все бесплатно. Жаль тебя. У нас для вас шоу-блюдо. Берем лук репчатый. Слезы. 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 Капитан. Капитан. Что опять с коком? Я просто принес меню. И все. Слезки. Добра. Слезы жалости. Жалкие слезы. Что жалости? Что ж такое? Слеза капля. Вот смотри. Вот так нормально. Вот так. Вот так. Малая сила, как пудесы. Я дико извиняюсь. У нас через дорогу похороны. Они недостаточно сильно плачут. Бабки, заходите. Да, да. 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 Ну плачь точно. Что-то плачь. А что? Ребят, я сдаюсь. Смотри, у меня кажется заноза. Не взглянешь? Не взглянешь, не всплакнешь. Легят, не взглянешь. Здравствуйте. Ваши устойчивые выражения под соусом. Да, это устойчивое выражение. Не взглянешь, не всплакнешь. Что? Я проиграл. Ой, ой, ой. Какой худенький. Не взглянешь, не всплакнешь. Не подходит что-то, да? Ой, ой, собачка трехногая. Не взглянешь, не всплакнешь. Не взглянешь, не всплакнешь. Что? Не подходит, Сан. Давай другое какое-нибудь. Сань, а вот хорошо, что мы сюда без баб пришли, да? И слез у нас на глазах нет. Без слез? Не взглянешь. Вот Саша Магаусинский. Не взглянешь, не всплакнешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сэндвич. Бабки. Давно таких не видел. Мухич, не трогай. Это же улики. Новый комедийный сериал. Детективное агентство Мухича. 20 июня, 8 вечера. На ТНТ. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Александр Рева, громкий разговор. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь две пары наушников. Это для тебя и для Сережи. Еще с вами будет вместе принимать участие Антон. Я вам дам ситуацию, внутри которой вы будете существовать. Вы о ней будете знать, об этой ситуации. Но то, что будет происходить дальше, для вас будет загадкой. Потому что вам надо будет ориентироваться только на губы Шестуна. В этих наушниках будет громко орать музон. А Антон будет от вас пытаться добиться, чтобы вы знали дословно, что происходит. И самое главное, не вываливаться из действия. Итак, дамы и господа. Три мушкетера узнали, что Д'Артаньян гей. Но все равно его надо спасти из плена. Поехали. Громкий разговор. Хорошо. Хорошо. Правда, едем спасать неприятного человека. Можно здесь? Можно. Я говорю, спасаем неприятного человека. Побыстрее, поехали. Зачем спешить? Человек-то неприятный. Не надо. Человек неприятный. 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 Неприятный человек. Неприятный? Я приятный, я приятный, а он неприятный, неприятный. Он тоже неприятный. Ты тоже неприятный, ходит слушок, что ты неприятный. Он говорит, что ты неприятный. Ну или так. Ну что, мне кажется, он в одной из этих темниц. Что? Там? Мне кажется, он в одной из этих темниц. А? А? Так. Давайте прям поближе, да? Мы же план обсуждаем. Мне кажется, что он в одной... Предатель здесь. Что он в одной? Что он в одной из этих темниц. Кто первый пойдет? Для начала нужно понять, в какой он из темниц. Что? Дартаньян. Та-цап-цап. Не передразнивай меня, я возглавляю это освобождение. Что? Да пересонтенько. Тихо, тихо, тихо. Дартаньян. Наташка. Да какая Наташка? В жопу Наташка у него. Ты можешь говорить словами? Что это? Дартаньян. Наташка. Ну такое имя у человека. Ну что я поделаю? Дартаньян. Тра-та-та. Что это? Ты меня понимаешь? Дартаньян. Тра-та-та. Тра-та-та. Не тот вечер. Так. Мы ехали зачем сюда? А? Идем туда, да? Мы зачем ехали? Ехали зачем? Зачем? Ну зачем мы сюда ехали? Наташка. Такая Наташка. Ну зачем? Арамис, на секунду. Остапин уже трахает кого-то. Да посмотри, а. Я к Дартаньяну не пойду. Почему? Ну потому что. Ну мы же его спасаем. Пусть он идет. Что? Мы не можем пойти, пока мы не узнаем. Пока мы не узнаем. В какой из темниц Дартаньян? В какой из темниц? Из... Избе? В какой избе? Ну ты здесь видишь? Хоть одну избу! Нет. А темниц, сука, пять! Нужно понять, какой из темниц нам. Нам с вами. Мы с вами. Мы пришли. Мы пришли, чтобы... Спасать. Спасать. Дартаньяна. Дартаньяна. Нет, ра-та-та, а Дартаньяна. Еще раз подожди. Дартаньян. Дартаньян. Да. Нам. Нам. Необходимо. Нам необходимо. Нужно. Нам нужно. Нужно понять, какой он из темниц. Избе. Где? Тут изба. Где? Где изба? Здесь одна изба. Нет избы. Изб нету здесь. Здесь столько темницы. Темница. Девица. Что? Наталья. Певица, Наталья. Дай-ка я тебя здесь оставлю. Певица у него. Пусть он идет. Я готов спасти этого шалуна. Ты ведешь себя как Д'Артаньян. Да ты сам неприятный, понял? Да вы еще посвольте здесь неприятный. Лучше бы ты им стал. Понятно? Он очень похож на Д'Артаньяна. Очень. Не ругаемся. Пусть он один пойдет, спасет Д'Артаньяна. Где Д'Артаньян? Где? Д'Артаньян. Дер Д'Артаньян. Какой? Какой он? Из. Только скажи, изба. Какой он? Он из темниц. Из темниц. Пойдем? Пойдем. Ты пойдешь первый. Я пошел. Первый. Я второй. Ты третий. Заходи. Прикрой меня. Прикрой меня. Осторожно. Опасность. Портоз. Ребята. Д'Артаньян. Зачем ты держишь людей? Что ты делаешь? Зачем ты охранников держишь? Ребята. Ребята. Меня оклеветали. Оклеветали? Меня оклеветали. Виталик зовут? Слава богу. Слава богу. Я уж подумал. Его оклеветали. Его оклеветали. Оклеветали. друг нас не сказал что настоящий педик арамис то что сиди молча то гей не он что ты мне то это говорит он не гей он не гей а он не гей гей вон а я давно говорю сегодня у нас в гостях был александр рева сад мы по традиции всегда тоже импровизационно прощаемся мы тебе подготовили сюрприз у нас в гостях был александр рева а прощается артур пирожков и его подтанцовка мухич пропали алмазы из логотипа тнт да не партись я раскрою это дело алмазы это драгоценность дорогая ценность ценность какая фабильная художественная пищевая пищевая пища из чего делают пищу пара не нога вяга на свинина точно свинья пор свинья а звенять это бекон это вкусно сколько время я на обед детективное агентство мухича 20 июня 8 вечера на тнт